50 миллионов детей с лишним весом будет в Китае к 2025 году. Неутешительный прогноз опубликовала Всемирная Федерация по проблемам ожирения. Потому медики из Поднебесной бьют тревогу уже сейчас. Дань Даню 11 лет и у него настолько большой вес, что передвигается он с трудом. Для борьбы с ожирением родители мальчика отправили его в специальную спортивную школу. Мой ребёнок очень много ест и к тому же он не занимается спортом. Мы не думали, что он дойдёт до такого состояния. Однажды ко мне позвонил учитель моего сына и сообщил, что ребёнок не смог выйти из туалета без посторонней помощи. И поэтому опоздал на занятия. Час на беговой дорожке и ещё час активных движений под присмотром инструктора. Так проходят занятия в спортшколе для детей с лишним весом. Сейчас ребёнок располнял настолько, что еле выполняет даже самые простые движения. При этом я контролирую, чтобы ребёнок не растянул связки и не сломал себе что-нибудь. Количество детей с такими проблемами в Китае стремительно растёт. Среди воспитанников специализированной школы есть и те, кто в 10 лет весит 130 килограммов. А по данным Всемирной Федерации по проблемам ожирения, в Китае каждый шестой мальчик и каждая одиннадцатая девочка страдают из-за лишнего веса. Медики бьют тревогу. Есть опасения, что через 8-10 лет количество детей с лишним весом в Поднебесной приблизится к 50 миллионам человек. И этот прогнозный показатель выше, чем в Индии и США вместе взятых. Многие дети любят фастфуд. Ежедневно им питаются. Они пьют сладкие газированные напитки, как воду. Наша обязанность – предупреждать родителей о проблеме ожирения. Иначе может получиться так, что вместе с подъемом экономики увеличится и число детей с лишним весом. 40 лет назад несколько провинций Китая охватил голод. Сейчас экономика Поднебесной – одна из передовых в мире. Но люди запомнили времена, когда они жили в проголодь. А лишний вес в Китае издревле считался признаком достатка и сытости. И изменить эту традицию врачам пока не удается. Дания Рамазанов, Нурбек Бекен, Хабар 24, Китай.